Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Биловича. Дороги смерти в Украине в двух схожих ДТП погибли 15 человек, десятки раненых. Гробовое молчание со дня убийства журналиста Павла Шеремета прошло два года, но до сих пор нет даже подозреваемых. Сколько еще ждать? Украина не живодерня. Сотни зоозащитников вышли на протесты по всей стране, что переполнило чашу терпения. Трудности перевода. Чем британский план выхода из ЕС насмешил Европу? 10 человек погибли, еще столько же были госпитализированы. Серьезная автокатастрофа произошла на трассе Киев-Чоп. Пассажирский автобус на большой скорости врезался в фуру. Все подробности у Богдана Вербицкого. 126-й километр трассы Киев-Чоп. Очередной рейс пассажирского автобуса Киев-Ривны закончился трагедией. Микроавтобус Volkswagen на огромной скорости врезался в фуру. Водитель маршрутки Volkswagen влетел в нее, выражаясь таким бытовым языком, как в стоячую, то скорость Volkswagen по субъективным оценкам была, конечно, намного больше 100 километров в час. Скорее даже ближе к 150 километрам в час. Потому что мы видим, что передняя часть полностью ушла примерно метра на полтора. После столкновения с грузовиком пассажирский автобус остановился не сразу. По инерции его протащило еще 25 метров. Погибли 10 человек. Среди них 6-летний ребенок. Еще 10 пассажиров получили травмы. Их доставили в местные больницы. Близко 12-й час до нас надошло протягом до співгодины 4 пацієнти в тяжком состоянии. Всім пацієнтам была надана первая медичная допомога. Один пацієнт находится на штучной вентиляции легенды, он край тяжкий. Двом пацієнтам выполнены малі хирургические оперативные втручания. Один пацієнт середнего ступня тяжкости. По данным поліцейских, в аварии пострадали двое детей. За их жизнь борются врачи. За нашою информацией, вони в найтяжкому стані. Дитина 2007-го і 2005-го років народження їх доставляли відразу в реанимаційне відділення дитячої обласної лікарні. І на даний момент одному з дітей проводять оперативне хирургічне втручання. В поліції сейчас устанавливают личності шести погибших і причину аварії. Отмечу, що аварія довольно странная, тому що водитель маршрутки абсолютно не пытался избежать столкновения. Нету тормозного пути никакого заснути може. Чаще всего засыпает водитель легкового автомобиля, когда некому разбудить. Но когда у тебя їдет полная маршрутка людей, там було порядка 19 пассажиров, явно кто-то должен был обратить внимание на высокую скорость. Ви бачите, ділянка дороги належна, вона обладнана, вона має рівне покриття. Ми скляємося до думки, що спрацював людський фактор. Але в будь-якому разі це необхідно встановлювати. Пока правоохранителям удалось встановити перевозчика. Маршрутка принадлежала одній з рівненських компаній. Також следователи виясняють, предназначен ли фольксваген для пассажирських перевозок. Ведь после столкновення сиденья в автобусі оторвались. Богдан Вербицкий, Евгений Коваленко, Дмитрий Курченко. Подробности телеканал Интер, Житомирская область. І ще одна подобна аварія зробила сьогодні в Николаївській області, возле поселка Кривою озеро, на трассі Київ-Одеса. Рейсовий микроавтобус влетел в неисправний грузовик, который стоял на обочине. Как результат, 5 погибших і 12 пострадавших. Все вони, граждане Беларуси, жителі Гумеля і області, возвращались дому після отдыха. Белорусська турфірма предложила за свій счет доставити пострадавших дому, але врачи пока не разрешають, їх будуть лечити в Україні. На місце виїхала бригада специалистів із областного центра, хірурги, травматологи. І вже під конец дня принято решення двох пацієнтів транспортирути в областной центр, в специалізування учреждення для оказання соответствующей помощи. Водій фури, за участью якої сталася дорожня транспортна пригода на трасі Одеса-Київ, в якій загинуло 5 осіб та 12 були травмовані, затриманий порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він дає пояснення слідству, чому він здійснив зупинку на цій ділянці автошляху, та чому не вжив всіх необхідних заходів безпеки, як того вимагають правила дорожнього руху України. Сьогодні утром близкі собрались почтить пам'ять журналиста Павла Шеремета. Його машину взорвали по дорогі на роботу два року назад, а виновний до сих пор не названий. Що на сьогоднішній день известно об цьому громкому преступліній, розкажет Фіруз Аберматова. Паша Шеремет, десь вже в дорозі до нас. Утро Павла Шеремета тогда началось без Шеремета. Він десь до нас в дорозі вже летить, щоб зустріти цей день разом із вами. Коллеги і мисли не могли допустити, що в цю минуту його вже немає в живых. Ровно два року назад машину, за рулём которой був известний журналист Павел Шеремет, взорвали. За раскрытие этого дела сразу поручились. Це дуже важливо, дело чести для полиції України. Але спустя годи імена виновних не назвали. Те ж версії, які були вначале, нет ни одного подозреваємого, не говоря уже о заказчиках, фотороботах, убийц. За це время следователі не відбросили ні одну із чотирьох версій гибели. Убийство із-за професіональній діятельності, личній неприязні, либо для дестабілізації ситуації в країні, или вовсе по ошибці. Від автомобіль, в якому погиб журналист, принадлежав не Павлу Шеремету, а Алені Притулі, редактору іздання «Українская правда». Важно це не спускати на тормоза, важливо напоминать. Ещё в мае 2017 року журналисты провели собственное расследование і обнародували фільм «Убийство Павла». Ми знайшли близько шести свідків, які в момент закладання вибухівки, в майже третій годині ночі, які проходили по місці закладання вибухівки. Ми змогли згадатися з таксистом, який стояв поруч, п'яти метрів. Але вопрос, були ли учтіни, ці дані з следствием, остається відкритим. По моїй інформації, не всіх ещё свідків попросили. Ещё утром колеги требували новостей від поліції по уже засекреченому делу. Последній відчёт був в феврі 2017 року. Сразу після акції правоохранители прервали молчання. «Сегодня я могу сказати, що установлена особа, не особа, не личності установлена, а установлено, що це людина, який можна індіфіціювати». Мол, діло не розкрито, але робота йде, і прогрес відчувається. «Сегодня на цьому перекрістку собралися колеги, друзі і дочь Павла Шеремета. Але кого із них удовлетворить такий відповідь правоохранителі?» «Он любил всегда говорить одну і ту же замечательну фразу. Хватит быть хитромудрыми хохлами, надо становиться гордими українцями». Феруза Бегматова, Андрей Ярковой. Подробності телеканал «Интер». «Обеспокоено статусом дела об убийстве Павла Шеремета и в Евросоюзе, Брюзель надеється на прозрачное расследование і привлечение виновних к ответственности. Так сказано в обращении представительства ЕС в Україні. «Этот факт, як убеждены в Європі, позволит обеспечить доверие гражданам к правоохранительным органам». С нетерпением ожидають суда по этому делу і в Соединённих Штатах. Об этом в Твиттере написала посол США в Україні Мария Іванович. Восемь обстрелов с начала дня. Боевики не прекращают атаковать украинские позиции на Донбассе. По годогнём сегодня оказались защитники Троицкого, Авдеевки, Красногоровки і Толоковки. Враг применял пулемёты крупних калибров і стрелкове оружі. А возле Павлополя прицельно били управляемими противотанковыми ракетами. Все подробности узнаемо от Игоря Левенка. Эта позиция находится фактически в пригороде Горловки. И солдаты рассказывают, что враг здесь очень активизировался. Вчера вечером противник обстреливал наших армейцев на протяжении часа. Солдаты связывают это с окончанием Чемпионата мира по футболу в России. Около восьми вечера противник открыл огонь из крупнокалиберных пулемётов. Стреляли из нескольких точек. Бойцы утверждают, били прицельно. Поэтому, пока свистели пули, пересидели в укрытии. Но военные уверяют, такими добрыми к боевикам они будут не всегда. И если дадут добро дать ответ, то он получит нагонять по полной. Иногда очень хочется дать ответку. Это боец Ольга. Заряжает пулемёт. До войны девушка работала инженером по технике безопасности на предприятии. Сейчас у неё под рукой вот такая опасная для врага техника. Ольга модернизировала пулемёт, снятый с подбитого танка. Теперь выполняет на нём почти ювелирную работу. Бьёт прицельно на полтора километра. Пришлось докинуть немножечко своей зарплаты. И получили такую замечательную машинку. Когда пулемёт стоит на машине, он работает от электроспуска. Вот здесь заменено наручной. Также здесь полностью идёт вот эта часть с креплением прицела перископического и прямого. К позициям на той стороне российские наёмники подгоняют боевую технику. Солдаты её только слышат. Но военные говорят, этого достаточно, чтобы понять намерения оккупантов вовсе не мирные. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Украинские военные начали подготовку к участию в марафоне морской пехоты США. Сегодня в Киеве прошёл отборочный этап. Из более чем сотни участников выбрали 10 самых ловких. Их видел Даниил Снисер. В американском марафоне украинцы будут принимать участие уже в третий раз. Все спортсмены – участники революции «Достоинства» и бойцы, которые пострадали в результате вражеских обстрелов на востоке Украины. В этом году в отборочном этапе участвуют около 100 наших защитников. Как правило, это члены семьи поранени, члены семьи военнослужбовцев. Это волонтерские организации, которые помогают ветеранам. Самые ветераны. То есть большинство участников – это те, которые имеют отношение к СССР и Украин-партнерам. Это не соревнования, это попытка проверить себя. Для меня это новое. Побачим, как говорят, что оружие будет в бою. На фронт Вадим попал в самом начале конфликта на Донбассе, сразу после аннексии Крыма. Во время боев был ранен. С тех пор, говорит, и увлекся спортом, чтобы поскорее встать на ноги. Я сам по себе не бегун. Я занимался вільной борьбой. Мне довольно тяжело будет бегать на такую дистанцию. Но тут я могу встретить своих друзей, своих побратимей, которых очень хорошо знаю. Для меня это, в первую очередь, социальный защит и возможность увидеть своих друзей, принимать участие в таком прекрасном заходе. Сегодня соревновались на двух дистанциях. На пятикилометровке с отрывом в полминуты от ближайшего соперника победил Николай. В 2014-м его настигла снайперская пуля на Институтской. В марафоне морской пехоты он участвовал и в прошлом году. Тогда победил на дистанции 42 километра, оторвавшись от всех еще на старте. На этот раз планируют дать фору соперникам. Марафон морской пехоты Соединенных Штатов входит в десятку крупнейших в мире. Ежегодно в нем принимают участие около 30 тысяч военных. В этом году забег пройдет в Вашингтоне в октябре. Данил Снисар, Павел Лысенко. Подробности в телеканал Интер. Кабмин утвердил состав наблюдательного совета Укрзалезницы. Их выбирали на открытом конкурсе. В совет вошли украинские, американские и европейские экономисты, а также топ-менеджеры с опытом работы в ЖД-перевозках. Принять закон об открытом газовом рынке и снизить цены на топливо. С такими требованиями активисты пришли сегодня к зданию НКРЕ в столице. Кто попытался свернуть этот митинг и чем это закончилось, выясняли наши корреспонденты. Хватит нафтогазу обворовывать людей, повышать цены на голубое топливо. С таким требованием несколько десятков активистов собрались возле нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Ганьба! Ганьба! Активисты утверждают, нафтогаз скрывает часть своих доходов от налогоплательщиков. Поэтому требуют, чтобы нацкомиссия приняла закон о прозрачной и открытой работе газового монополиста. Мы требуем, чтобы они приняли вот этот европейский закон, чтобы посуточно. Посуточно они показывали открыто, ну куда нефтогаз девает деньги, за что он платит, а не как они делают ежемесячно, чтобы было прозрачно, чтобы люди понимали, за что они платят. Впрочем, акцию, требующую прозрачной работы нафтогаза, попытались остановить. К зданию НКРЕКУ подошли неизвестные. После словесной перепалки прибывшие начали вести себя неадекватно. Я гражданин Украины, имею право здесь находиться, правильно? Такой антиакцией руководство нафтогаза хотело отвлечь внимание от поднятия цен на топливо и в очередной раз оказать давление на нацкомиссию, чтобы регулятор принял нужное газовикам решение, утверждают эксперты. Доказывает это и то, что монополист против открытого рынка газа в Украине. Явная акция в пользу НАК «Нафтогаз Украины», потому что прессинг НКРЕКП, который состав только избрали, они еще, собственно говоря, только начали работать. И уже мы видим такую неоднозначную реакцию со стороны активистов. То есть это очень четко показывает, что все это идет в пользу «Нафтогаза» и явно в пользу сохранения монопольного положения, которое есть на сегодняшний день. Впрочем, организовывать акции топ-менеджерам «Нафтогаза» теперь есть за что. Только за прошлый год руководство компании выписало себе бонусов на 147 миллионов гривен. Треть суммы получил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Кстати, компания даже купила ему бронированный «Кадиллак». Еще почти 50 миллионов разделили между собой замы Сергей Коновец, Сергей Перелома и член правления Юрий Колбушкин. 24 миллиона гривен досталось руководителю «Укргаздобычи», еще 10 – гендиректору «Укртранснафты». Возмущенный работой «Нафтогаза» премьер-министр Владимир Гройсман дал на днях указание отменить все сверхбонусы и неоправданные выплаты. Тем временем проверять законы с таких премий уже начала генпрокуратура. Юрий Луценко заявил, по факту начисления бонуса в ГПУ уже открыли уголовное дело. «ДнепрАзот» возобновляет свою работу после полутора месячного простоя. Уже в ближайшее время выпустит первую партию хлора. Это сообщение появилось сегодня после того, как на предприятие нагрянула проверка Службы безопасности Украины. «ДнепрАзот» – это единственный в нашей стране производитель жидкого хлора, который используют для очистки питьевой воды. 15 июня завод остановил свою работу без предупреждения, как заявило руководство из-за высоких тарифов на газ. Требовали повышения расценок на продукцию. Такой шаг, как считают в СБУ, это прямое нарушение договорных отношений с водоканалами. Более того, он создает угрозу массовых отравлений. Службы безопасности также проверят обоснованность подорожания реагента. А вот давайте послушаем, как комментируют ситуацию с поставками хлора в правительстве. Продолжение следует... Против живодеров, которые издеваются над бездомными собаками, выступили сегодня десятки зоозащитников в украинских городах. Они принесли с собой плакаты с фотографиями зверств, совершенных над животными. Активисты выдвинули несколько требований. Все детали узнаем от Инны Томиной. За тех, кого приручили. В Украине сегодня массово вышли на протест зоозащитники. В столице пикет собрал несколько десятков человек. Сегодня собрались 21 город Украины под местными органами. Мы хотим показать то, что мы, Украина, не живодернем. Страну всколыхнула история в Николаеве. В местном центре защиты животных усыпили более 70 собак. Местные зоозащитники, которые зашли после этого, ужаснулись. Кто смотрит, нет больше собак. Нету собак. Тогда начальник центра подтвердил, что собак усыпили якобы после решения спецкомиссии. Но только агрессивных и больных животных. Бывают собаки, которым приходится стоять по полчаса, по часу, чтобы ее утихомирить. Возмущенные люди устроили акцию протеста, а местные депутаты даже отстранили руководителя приюта. Сегодня же активисты снова у стен мэрии. Говорят, решением недовольны, уж слишком мягкое. В данный момент мне очень хочется плакать. Мне даже трудно с вами разговаривать. Поэтому я даже не могу представить этот ужас, который произошел. Уже открыли уголовное дело по данному вопросу. И по последней информации, мы знаем, что в Николаеве сейчас расчищают дорогу к крематорию, чтобы убить всех остальных животных. Против массового истребления животных вышли на акцию и в Ивано-Франковске. За три дня я увидела, что в ленте Фейсбука выставляли фото и Кривый Риг, и Харьков, что случилось в приватном портулке с котами, и Миколаев. И вообще по всей Украине действуют какие-то незрозумительные вещи на знущение над тваринами. И я говорю, что ни из этого случая не понесла покорание. Я считаю, что каждая святая людина в этом обществе, если мы желаем нормальную страну выховывать нормальных детей, то каждая людина святая должна приединиться к этой акции. Акцию назвали всеукраинской и выдвинули ряд требований к власти. Сейчас написали обращение на имя президента. Все города сегодня подписывают это обращение. Мы просим, чтобы все-таки внесли в законопроект то, что должно быть гуманное отношение, должна быть регулированная численность животных, не убийство. Эту петицию подписали более двух тысяч человек из 20 областей страны. Инна Томина, подробности телеканала Интер. Битва за медицинский университет разворачивается в Одессе. Я напомню, в преддверии выборов ректора, которые состоятся осенью, там не прекращаются скандалы. Сначала были проверки, потом приказ Минздрава об увольнении ректора Запорожана. И вот сегодня силовое противостояние. Все подробности в материале. Утро. Одесский медуниверситет. В здание врывается группа неизвестных, перепрыгивая через турникеты. Выламывают двери приемной ректора и баррикадируются. Все это при участии нардепа Сергея Мельничука. Шокированные преподаватели говорят о рейдерском захвате вуза. Цель сначала отстранить от руководства Валерия Запорожана, а затем на выборах ректора привести к победе своего кандидата. Проникли незаконно взрываши пломбы в кабинет ректора. Знаходятся сейчас там, на челе, с так называемым выполняющим обовязки ректора, профессором Аймедовым. Константин Аймедов, преподаватель, которого в среду Минздрав назначил руководителем вместо уволенного Запорожана, заявляет, три дня не мог попасть на рабочее место. Дескать, педагоги банально не пускали его в здание. Вот, мол, и пришлось мешаться активистам. То есть я должен уже три дня работать. Вместо этого я три дня занимаюсь непонятно чем. Активисты обеспечили поддержку мне просто. Все, я им за это благодарен. Сотрудники университета действительно отказываются признавать легитимность назначения Аймедова. Говорят, приказ об увольнении Запорожана был подписан, когда тот находился на больничном. А это прямое нарушение закона. Это первая основа, с которой правоспилковая организация университета и работники не выполняют наказ про освобождение ректора Запорожана с займанной ним посадой ректора. Напомню, Минздрав уволил Запорожана за то, что тот якобы не пустил в университет членов Киевской комиссии, которые приехали в Одессу с проверкой. Более того, Ульяна Супрун утверждает, что Запорожан, цитирую, выкинул проверяющих из университета. Журналисты недоумевают, почему же тогда нет ни фото, ни видео этих скандальных событий. Вас, журналистов, уже не было. И они не фильмовали и не снимали это, но их не допустили до проверки. А вот в самом университете утверждают, комиссию никто не выгонял и в здание проверяющих пустили. Более того, в тот же день продемонстрировали нашей съемочной группе работу комиссии в одном из помещений вуза. Так или иначе, исход противостояния пока не ясен. Дискуссия перешла в судебную плоскость. Коллектив медуниверситета обратился с иском в Печерский райсуд Киева. Требует признать действия Минздрава незаконными. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров. Подробности, телеканал Интер, Одесса. Евросоюз готовится к очередному раунду в торговом противостоянии с Америкой. Уже на следующей неделе делегация из ЕС вылетает в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Позиции сторон накануне этих переговоров изучила Ирина Иванова. Евросоюз предупреждает. Заградительные пошлины на европейский автопром грозят катастрофическими последствиями. Во всеоружии собирается делегация Еврокомиссии в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Отношения партнеров значительно ухудшились после того, как Белый дом ввел пошлины на экспорт стали и алюминия. Евросоюз оформил жалобу во Всемирную торговую организацию, ввел защитные меры для европейских экспортеров и ответные тарифы на ряд американских товаров. Вашингтон, в свою очередь, пригрозил вести 20-процентные ввозные пошлины на автомобили из ЕС. Решение еще не принято, но Евросоюз уже готовится к зеркальному удару. Мы совместно со всеми странами ЕС готовим список ответных мер. Уже объясняли нашим американским партнерам и будем в дальнейшем объяснять, что перечень еще не составлен. Но мы ведем подготовку по той же схеме, что и в отношении стали и алюминия. По данным источников, новый список будет включать в себя продукцию американской фармацевтической и химической отраслей. И эти штрафные пошлины будут значительно масштабнее предыдущих. В любом случае, в Брюсселе предостерегают Дональда Трампа от дальнейшей эскалации. Выиственный настрой Евросоюза понятен. Новые меры США могут затронуть ежегодный экспорт европейских автомобилей и запчастей на 50 миллиардов евро. Больше всего пострадает немецкий автопром. В Берлине тоже заинтересованы в позитивном разрешении конфликта. Мы не хотим этих торговых тарифов. Убеждены, что они навредят нам всем, не только Европейскому Союзу. Последствия могут быть гораздо серьезнее. Это четкая позиция, с которой Жан-Клод Юнкер собирается в Америку. Но пространство для переговоров есть. Делегация во главе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем отправится в Вашингтон, где 25 июля состоится встреча с Дональдом Трампом. Кроме вопросов трансатлантической торговли, будут обсуждать проблемы терроризма и экономической безопасности. Рина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами все товары из Китая. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC. Глава Белого дома утверждает, что это пойдет на пользу отечественным производителям. Если американский президент решится на такой шаг, то налоги коснутся всего импорта, завезенного китайцами в США. А в прошлом году общий объем составил 500 миллиардов долларов. Я напомню, Вашингтон уже ввел пошлины на ряд товаров из Китая в начале июля, на что Пекин ответил зеркальными мерами. И пока в Китае ждут новых пошлин, в самой Америке размышляют, ждать ли Путина. Известие о том, что Дональд Трамп пригласил российского президента в Вашингтон, и что визит может состояться уже осенью, вызвало очередную волну критики. Как сам Трамп объясняет такое решение, выяснил Дмитрий Анопченко. Почему президент действует именно так? Почему, вопреки всей критике, прозвучавшей после встречи в Хельсинки, еще и, возможно, в новом раунде объявил? Да еще и не на нейтральной территории, а в американской столице. Ответ он дал сам в интервью с НБС. Сказал, отличается от всех своих предшественников тем, что не ведет переговоры, то есть не действует как политик, а заключает сделки. И в этом он, мол, мастер. Некоторые дураки из СМИ говорили, почему я не встал там, не посмотрел ему в лицо, не подошел и не накричал на него. Я сказал, эти люди что, сумасшедшие? Я хочу заключить сделку, и так нельзя делать. А заключая сделку, принято что-то дать наперед, авансом. Этим и объясняются многие странности финской встречи. К примеру, молчание о проблемных темах на пресс-конференции и нынешние заявления. Мол, осенью продолжим, готовьте визит. У нас с Россией много лет были плохие отношения, возможно, с этим ничего нельзя поделать. Но я не такой, как другие президенты. Я заключаю сделки, я делаю это всю мою жизнь. Я хорош в этом, я заключаю отличные сделки. Что будет, если эта сделка сорвется? Трамп тоже сказал, как он умеет, прямолинейно и не выбирая слов. Мол, тогда он станет злейшим врагом Путина, подталкивая Россию таким образом к компромиссу, чтобы действительно не стать врагами. Вот только сделка предполагает, что это договоренность двух игроков. А в Штатах жизнь устроена так, что далеко не все могут короли. Есть и третий участник, формирующий политику страны, и довольно влиятельный, Конгресс. А там думают еще и о выборах, которые уже в ноябре. Будет визит удачным, акции Трампа и республиканцев резко поднимутся. Но станет провальным, значит, утащит за собой и рейтинги партии. Выбор непростой. И в этой ситуации многие предпочли бы просто не рисковать, разрушив планы Трампа и отменив спорный визит. Но пока решение не принято. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Как Лондон насмешил Брюссель. Новый план Британии по выходу из ЕС оказался нечитаемым в прямом смысле. Что пошло не так, узнаем от Светланы Чернецкой. Это очень важный этап переговоров по Брекситу. В Брюсселе британцы представляют свой окончательный план развода. Это внушительный документ объемом почти 100 страниц. Именно эта новая стратегия стала причиной отставки предыдущего министра по Брекситу. Дэвид Дэвис решил, что правительство сдает свои позиции в переговорах с ЕС. Ну а преемник Дэвиса впервые в новой роли приехал в Брюссель. Доминик Рааб заметно нервничает. У него была всего неделя, чтобы вникнуть в этот исторически важный для страны процесс. Все еще есть проблемы, которые нам нужно заполнить. Но мы продвигаемся и уже есть прогресс. Я с нетерпением жду обсуждения предложенного нами плана по достижению нового соглашения между Брюсселем и Лондоном. Но совершенно не такой реакции ожидал новый министр. Документ из Лондона стал настоящим посмешищем. Британия специально постаралась и перевела текст на 22 европейских языка, чтобы упростить жизнь партнерам. А те обнаружили в переводах множество ошибок. Хуже всего оказалась немецкая версия. Она пестрит устаревшими и даже выдуманными словами. Ошиблись даже в написании названия страны. Польский перевод из-за плохого качества и вовсе удалили. Правда, насмешки звучали только в кулуарах. Перед прессой европейские чиновники остаются профессионально отстраненными. Часы тикают. Мы должны утрясти все детали до октября, когда состоится очередной саммит лидеров ЕС. Осталось не так уж много времени. Всего 13 недель. Европа очень внимательно следит, как Великобритания готовится к расставанию. И видит, согласия по Брекситу нет ни в правительстве, ни в парламенте. Что еще больше усложняет переговоры в Брюсселе. Светлана Чернецкая. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Резня в немецком городе Любек. Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса. 14 человек пострадали, двое получили тяжелые ранения. Украинцев среди них нет. Об этом сообщили в МИДе. По словам очевидцев, в переполненном салоне мужчина неожиданно достал из рюкзака кухонный нож и набросился на людей. Водитель остановил автобус и открыл дверь, чтобы пассажиры могли убежать. Неподалеку оказались полицейские. Они задержали нападающего. Установили, что это 35-летний гражданин Германии, который приехал в страну из Ирана. Сегодня в НПК решали выносить ли предписание о нарушении закона, касающегося этического поведения и предотвращения конфликта интересов со стороны главы фирмы ФФУ продакшн Андрея Бондаренко. Чем ему угрозит такое предписание и за какие конкретно поступки пока неизвестно. Члены комиссии совещания объявили закрытым и результат этого обсуждения пока также не объявили. Мир между странами и религиями. Как достичь такого согласия? Сегодня обсуждали на международном форуме в Киево-Печерской лавре. В украинскую столицу приехали ученые и представители различных конфессий из полутора десятков стран. Что решили, узнаем от Юлии Жешко. В Крестово-Сдвиженском храме собрались представители разных религий, чтобы отпраздновать 30-летие возрождения Лавры и ее монашеской жизни. На этом месте всего несколько десятилетий назад были практически руины. В последний раз Лавру закрыли в 1961 году в ходе хрущевских антирелигиозных кампаний. Все святые места и мощи передали государству. Сделали из святыни музей. И лишь через несколько десятков лет Лавра начала возрождаться. Первыми открылись дальние пещеры, где прошла первая литургия. Потом восстановили прилегающие храмы и Успенский собор. Теперь же Лавру приравнивают к одной из древних святынь. Близко 80 известных науковцев, богословиц, представителей церкви. Из 15 стран света приезжают фаховцы, которые будут исследовать историю Киево-Печерской лавры и ее связки с другими центрами вселенского православия, такими как святая гора Афон, святая земля, Иерусалим. Как достичь единства религий и мира между странами? Это главная тема международной конференции. Символом православия является гора Афон. Считается, что те, кто хочет познать православие, должен посетить храмы Афона, а вместе с тем и Киево-Печерскую лавру. Ведь лавра, как и Афон, имеет тысячелетнюю историю, и живут они по одним канонам. А вот с Иерусалимом же связана смерть и воскрешение Иисуса Христа. Храм гроба Господня – одно из самых посещаемых мест на земле. Именно поэтому, по словам митрополита Ануфрия, сохранить связь между этими святынями очень важно. За грехи наши Бога пропустил, что лавру было закрыто. Господь даёт людям вытаскивание, даёт вытаскивание для того, чтобы мы вдосканялись в своей любовь, своему терпению, своему смирению. Когда этот урок закончился, Бог нам снова открыл эту лавру, и мы дякуем Богу за то, что снова засветилась лампада молитвы на этом благословенном месте. Юлия Жешко и Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Искусство милосердия. Инициатора акции под таким названием подводят первые итоги. Количество собранных за три месяца пожертвований и средств от продажи картин перевалило уже за три миллиона гривен. Кого уже удалось спасти на эти деньги, видели наши корреспонденты. Аукцион картин из коллекции Международного благотворительного фонда Александра Фельдмана вызвал большой интерес общественности. Ведь средства от продажи картин пойдут на благое дело. Для развития Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» и Центра реабилитации рукокрылых. Человека поддержать – это всегда благородно, а животное вдвойне. Поэтому, если не мы, то кто? Поэтому, видите, что здесь на выставке практически все члены Союза, работы, которые представлены наша громадная организация. Всеукраинская акция под названием «Искусство милосердия» стартовала в мае и не оставила равнодушной сотни людей. Очень много людей понимают, что небольшой каплей, небольшой работой можно сделать очень многое. Так получилось, что первые деньги мы направили на спасение самих животных. Отдали деньги на спасение домашних животных, на их стерилизацию, на их уход, на их раздачу по семьям. Мы спасли больше 30 пеликанов. Вот этих 30 еще не оперившихся розовых пеликанов в Фельдман-экопарк привезли волонтеры. Птенцы уже прошли карантин и освоились на Лебедином озере. И мы теперь делаем все для того, чтобы сохранить этих малышей, выкормить. Потом в будущем мы начинаем среди этих озер делать острова искусственные. Мы надеемся, будут созданные пары, будут выводить малышей. Потом этих малышей мы уже будем выпускать в природу. Здесь же пара спасенных аистов, на которых натравливали собак. В рамках программы сохранения редких видов фауны из Днепра в Экопарк приехала пара грациозных африканских венциносных журавлей. Они живут у нас в большом вольере и есть надежда на то, что они, конечно, будут нам проводить малышей. Это взрослая пятилетняя пара, хорошая пара. Принять участие в акции «Искусство милосердия» может каждый желающий. Лоты выставлены на сайте Фельдман-экопарка. Средства направляются на разные программы. К примеру, купив вот это полотно, вы поможете детям с редкими заболеваниями. А от продажи картины под названием «Лабиринт» деньги пойдут на спасение краснокнижных рукокрылых. Полотно украинских художников теперь будут выставляться по всей стране. Выставка пройдет и в столице. Обещают и благотворительные концерты. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интерхарьков». В какой стране заключенные начали проситься из-под домашнего ареста за решетку и зачем в Боснии устроили массовую свадьбу? Обо всем этом прямо сейчас. Бывший президент Южной Кореи Пак Хэнхэ проведет за решеткой не менее 32 лет. Сеульский суд признал ее виновной по еще одной статье, приговорив дополнительно к 8 годам тюрьмы. Пак уже отбывает 24-летний срок по обвинению в коррупции и злоупотреблению служебным положением. Теперь же ее признали виновной во вмешательстве в выборы. Свою вину она отрицает. Тем временем прокуратура требует пересмотреть первый приговор экс-президенту, увеличив срок наказания еще на 6 лет. Назад в итальянскую тюрьму попросился гражданин Молдовы Виктор Сирбу. 29-летний мужчина был задержан за кражу. Позже меру пресечения заменили на домашний арест. Но через несколько дней, ночью, он появился у ворот тюрьмы и попросился обратно. Дескать, дома ему слишком жарко. Сотрудники тюрьмы удовлетворили просьбу молдаванина. Теперь он отбывает наказание в прохладе. Одновременно 60 мусульманских пар сочетались с браком в столице Боснии и герцеговины Сараева. Организаторы говорят, для большинства боснийцев свадьба – дорогое удовольствие. Поэтому решили помочь. Наряды для невест пошила местная благотворительная организация. Кроме того, каждая пара получила в подарок 300 долларов. После службы в мечети для молодоженов устроили праздничный банкет. Сенсации не получилось. Археологи исследовали содержимое гранитного саркофага, обнаруженного во время строительства в египетском городе Александрия месяц назад. Находке более 2000 лет. Ученые предполагали, что одна из мумий принадлежит Александру Македонскому. Мол, на черепе заметно повреждение, как у легендарного завоевателя. Однако после тщательного анализа от этого предположения пришлось отказаться. В Мьянме нашли прекрасно сохранившегося детеныша змеи в куске янтаря. Уникальные находки почти 100 миллионов лет. Фрагменты растений и насекомых указывают на то, что змея жила в лесу. Изучив находку, ученые пришли к выводу, что древние змеи не особенно отличались от нынешних. Почти два года назад в Мьянме в куске янтаря нашли фрагмент хвоста крошечного динозавра. В колумбийской столице Боготе устроили выставку плотоядных растений. Ботанических монстров собирали по всему миру. Среди более полутысячи экспонатов такие, как Венера-мухоловка и змеиная лилия. Устроители говорят, таким образом хотели развеять мифы вокруг растений-хищников. Дескать, их незаслуженно опасаются. А видение неприхотливое, не требует особых условий. К тому же уничтожают насекомых, а некоторые виды даже грызунов. Рассказы о нападениях на людей не более чем сказки. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера и веселых выходных!